Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного авто, в том числе и обзора на различные модели машин, где мы детально разбираем особенности тех или иных автомобилей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет про автомобиль культовый у нас в стране марки Toyota. Это полноразмерный кроссовер, относящийся к премиум-классу. Машина – довольно желанное приобретение для большой семьи, тем более, что в большинстве комплектаций эти автомобили оснащались тремя рядами сидений. Автомобиль продавался на отечественном рынке официально и разошелся довольно большими тиражами. Причем, в отличие от своего предшественника предыдущего поколения, именно эта генерация в основном как раз-таки представлена дилерскими автомобилями. Однако, даже у этой модели есть определенные слабые места, про которые нужно быть в курсе, прежде чем совершить покупку. В следующие несколько минут этого обзора мы посмотрим на автомобиль изнутри и снаружи, заглянем в салон и багажник, разберемся с дорожным просветом, а также немножко поговорим про технику. Ну и, конечно же, осмотрим машину на подъемнике. Встречайте, Toyota Highlander в кузове XU40. Второе поколение Highlander в кузове XU40 дебютировало в 2007 году. Изначально автомобиль, как и его предшественник, предназначался на рынок Соединенных Штатов Америки, где и был очень тепло встречен публикой. В Россию эта модель официально пришла только вместе с рестайлингом в 2010 году. Производство этого поколения было прекращено в 2013 году. Под капотом российских автомобилей располагался один единственно возможный мотор. V6 на 3,5 литра рабочего объема, 273 лошади и 338 ньютонометров крутящего момента. Но на рынок Соединенных Штатов Америки автомобиль поставлялся с двигателем 2,7 литра на 187 лошадей, а также в гибридном исполнении, где сердцем гибридной установки выступала V-образная шестерка объемом 3,3 на 270 лошадей. У российских Хайлендеров была только автоматическая пятиступенчатая коробка передач и только полный привод. Наш сегодняшний экземпляр 2011 года выпуска под капотом 3,5 литра V6. Машина дилерская, родная краска и родной пробег 168 тысяч километров. Второй Хайлендер автомобиль отнюдь не маленький. Сказывается ориентация на американский рынок, где, как водится, любят все большое. Длина автомобиля 4,78 м, ширина 1,91 м, высота 1,78 м, а колесная база 2,79 м. Эта машина построена на той же платформе, что и Lexus RX. От модели-прародителя Хайлендер унаследовал довольно немаленький радиус разворота, почти 6 метров. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, оно здесь стандартное от 90 до 130-140 микрон. Но большая часть подобных автомобилей, так или иначе, уже прошли в своей жизни через восстановительную полировку, а то и не одну. Лакокрасочное покрытие на Хайлендере, конкретно лак не отличается суперстойкостью, особенно на темных цветах. К возрасту 8-10 лет эти машины уже демонстрируют приличные следы усталости. Однако в большинстве своем полировка спасает положение. Что касается стойкости металла Хайлендера 2 к коррозии, то здесь, как и у большинства Toyota, все обстоит очень даже неплохо. Встретить прогнивший до дыр Хайлендер все еще задача непростая. Но тем не менее, на подъемнике автомобиль осматривайте обязательно. Очень большое количество подобных автомобилей на рынке имеют следы контактной борьбы. И обнаружить Хайлендер полностью в заводском окрасе, это уже архисложная задача. Кстати, при осмотре понравившегося экземпляра обязательно пробивайте машину по всем базам на предмет оригинальности пробега. Пробеги под 300 тысяч километров на этих автомобилях уже обыденность. Обзор полноразмерного семейного кроссовера начинаем с багажника. Этот традиционный, в данном случае более чем оправданно. Доступ в багажник Хайлендера можно получить двумя способами. Если по какой-то причине вам не надо открывать всю тяжелую крышку багажника, вы можете открыть одно лишь стекло и закинуть сюда что-то легкое и негабаритное. Подобная возможность у автомобиля имеется. Ну а доступ в сам багажник нам открывает уже довольно-таки большая пятая дверь. Большинство таких автомобилей на российском рынке имеют трехрядную конфигурацию салона. При поднятых задних сидениях третьего ряда объем багажного отделения всего 290 литров. Но если говорить про нормальное использование багажника, то третий ряд обычно спрятан под полом и не съедает здесь место. Проведем замеры багажного отделения именно в таком положении, когда его объем по каталогу 813 литров. Ширина проема по его средней части 117 сантиметров. Высота проема от пола до потолка 82. Ширина багажника по задней части 1,40 метра, а расстояние между нишами колесных арок 106 сантиметров. Длина до спинок сидений второго ряда отодвинутых максимально назад 103 сантиметра. В случае, если вам надо загрузить Highlander максимально полно, вы складываете спинки сидений второго ряда. Объем багажного отделения возрастает до 2280 литров. А в линейных размерах длина до спинок передних сидений увеличивается до 1,90 метра. Если же вы планируете увести какой-то длинный габаритный груз и протолкнете его до самой приборной панели, то расстояние до крышки багажника будет в районе 2 метра 60-65 сантиметров. Что касается дополнительных удобств в багажном отделении, помимо, собственно, сидений третьего ряда, которые поднимаются достаточно быстро и удобно, у нас есть небольшая ниша справа, в которой располагается домкрат под фальшполом, и небольшой карман, куда можно положить аптечку, знак аварийной остановки, возможно, трос, и под дополнительной панелькой фальшпола располагается весь штатный инструмент. Это баллонник, буксировочная петля, вороток и т.д. Из дополнительных удобств по багажному отделению Highlander потолочный плафон освещения, есть 12-вольтовая розетка с левой стороны, а также ручки складывания спинок сидений второго ряда. Ну а теперь про салон Highlander 2-й генерации. Автомобиль внешне габаритный, и внутри здесь также нет недостатка в свободном месте. Расположиться за рулем удобно, мне удалось достаточно быстро. Оба передних сидения в данном случае имеют электрические регулировки, диапазон регулировок довольно большой. Рулевое колесо имеет регулировку как по вылету, так и по наклону. Правда, регулировка по наклону здесь довольно-таки ограничена в плане диапазона, но это не так страшно. Сидение, будучи отодвинутым максимально назад и опущенным вниз, позволяет мне при моем росте 1,86 м полностью выпрямить левую ногу в колене и при этом не достать носком до пола салона. Так что у большинства водителей за рулем Highlander не возникнет проблем с поиском нормальной посадки. Что касается органов управления, попадая сюда, отмечаешь типовой для Toyota и достаточно тонкий по современным меркам руль. Отсылка к году происхождения Highlander 2 как модели. Но при этом руль, кстати говоря, удобный, он имеет кожаную отделку и большое количество клавиш на нем. По клавишам с левой стороны на подлокотнике у нас находится блок управления стеклоподъемниками. Только водительское стекло имеет авторежим. Здесь же клавиша центрального замка, кстати, дублирующаяся у переднего правого пассажира. Блок управления зеркалами, подогрев лобового стекла, корректор фар и яркость панели приборов. На рулевом колесе с левой стороны клавиша управления мультимедийной системой. Громкость, каналы, источник звука и телефоном, подключенным по Bluetooth. С правой стороны на руле регулировка температуры. Поэтому управлять климатической системой здесь вы также можете, не отвлекаясь от дороги. Внизу управление бортовиком и джойстик системы круиз-контроля. Справа внизу клавиша запуска остановки двигателя. Доступ здесь, конечно, бесключевой. По центру приборной панели наверху маленький монитор, на который выводится картинка с камеры заднего вида. В старшей комплектации мониторов будет два. И на нижний большой монитор выводится еще и картинка с камеры заднего вида. Мультимедийная система имеет очень большие клавиши регулировки громкости и выбора каналов. Промазать по ним практически невозможно. Да здесь ни почему невозможно промазать. Кнопки просто огромные и все они тактильно различимы. Та же самая картина здесь и по части управления климатикой. В данном случае клавиши все большие, все они тактильно различимы. Удобно пользоваться, логика абсолютно понятна. Здесь три зоны климата. Левая, правая и плюс отдельная у задних пассажиров. Для регулировки температуры сзади, кстати, есть отдельная клавиша. Не переключение режимов для основных крутилок, а именно что отдельный функционал. Внизу центральной консоли USB и AUX разъемы для мультимедийной системы. Подогревы сидений, которые здесь реализованы в виде двух выдвигающихся маленьких поворотных рукояток. Подобно тому, как это сделано, например, на Toyota Land Cruiser. Здесь же у нас 12-ти вольтовая розетка и клавиши за селектором коробки передач. Клавиши включения-выключения контроля скорости на спуске, зимний режим трансмиссии и еще одна 12-ти вольтовая розетка. По части бардачков и подстаканников в этом автомобиле все в полном порядке, особенно по подстаканникам. Их здесь четыре. Два подстаканника круглой формы располагаются справа от селектора коробки передач и место еще под две кружки либо бутылки посредине. Также в этом автомобиле очень большой по площади бокс в центральном подлокотнике. Правда, небольшой по глубине, но сложить сюда можно, тем не менее, много чего. Основной бардачок у нас довольно объемный. Сюда поместятся не только бумаги формата А4, но и что-то куда более габаритное. Например, полуторалитровая бутылка с водой. Также наверху у нас есть футляр для очков. А внизу дверных карт есть ниши, куда можно поставить полулитровую бутылочку и сложить мелочевку. У переднего правого пассажира ниша точно такая же. К обзорности у этого хайлендера вопросов нет. Капот здесь плоский, он видимый при определенных положениях регулировки сидения. Линия остекления в целом низкая. И боковые зеркала очень большие по площади, соответственно, информативные. Ну а с обзорностью назад помогает штатная камера заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. А на заднем ряду хайлендера картина та же, и она ожидаема. Здесь очень просторно. Сейчас я сижу сам за собой, и мои колени не достают до переднего сидения. Много места здесь не только по длине для коленей, но и для ступней тоже. Вы можете спокойно убрать ноги под водительское или переднее пассажирское кресло. И ничего вам не будет там мешаться. Никакого тоннеля на полу здесь нет, поэтому третий пассажир в принципе разместится. Но имейте в виду, что сидение хайлендера все же отформовано под двух человек. Третий будет сидеть на своеобразной центральной вставке, которую можно отдельно сложить таким образом, либо положив сюда какой-то длинный габаритный груз и посадив двух человек, либо использовать ее как столик и небольшую нишу для хранения. Также у передних пассажиров есть дополнительные подлокотники. Слева подлокотник на дверной карте плюс выдвижной. Так что в дальнюю дорогу здесь можно отправиться с комфортом, с поправкой на то, что спинка сидения регулируется по наклону. Поэтому если вы отклонитесь максимально назад, вы можете проехать здесь в сколько угодно большое расстояние. Кстати, запас пространства над головой здесь также очень и очень даже хорош. Если же при наличии задних пассажиров вам нужно освободить дополнительное место в багажнике, имейте в виду, что сидения могут регулироваться даже при максимально сдвинутом вперед положении. Колени не упираются в кресло, они касаются его, но все равно еще без напряга. Из дополнительных удобств для задних пассажиров, такие же ниши, как и в передних дверях с подстаканниками или подбутыльниками, есть дополнительные два подстаканника, открывающиеся в центральном боксе, есть дополнительный столик с подстаканниками, который у нас скрывается внизу центральной консоли и устанавливается как раз в средину. И дополнительно собственный пульт управления климатом. Вы можете регулировать отсюда и скорость оборотов вентилятора отопителя, и температуру, и режим. Есть у него также и положение автора. Ну а теперь давайте глянем, как обстоит дело с местом на третьем ряду. Ну а вот с местом на третьем ряду как раз-таки возникают некоторые проблемы. Если только вы не ребенок или не человек маленького роста. Здесь уже места для ног практически нет. И чтобы нормально расположиться, придется как минимум подкорректировать переднее сидение по длине. То есть сдвинуть его хотя бы сантиметров на пять вперед. При этом на дальнее расстояние здесь вы точно не поедете, поскольку ноги постоянно будут на весу, да и голова будет упираться в потолок. Зато к услугам задних пассажиров есть собственные подстаканники, в данном случае на подлокотниках с левой стороны. Ну а что касается силовой установки российских Хайлендеров, здесь безальтернативно располагался один-единственный двигатель, V-образная шестерка, объемом 3,5 литра на 273 лошадиные силы, 2 GR FE. Этот мотор, попав на Хайлендер, уже получил некоторое количество доработок относительно двигателей самых первых серий. По конфигурации V-образная шестерка, как уже сказали. Здесь алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, по два распредвала на каждую голову, цепной привод ГРМ, обычный распределенный впрыск топлива, есть маслофорсулки для охлаждения днища поршня. И, кстати сказать, у этих моторов из дополнительных сложностей, разве что ВВТИ на всех четырех валах, плюс имеется коллектор с переменной геометрией, ну и в целом все. А, еще электронная дроссельная заслонка. С данным двигателем Хайлендер разгоняется до 100 км в час с места за 8,1 секунды, а максимальная скорость этого автомобиля 190 км в час, что очень даже неплохо. В целом, когда пробеги этих автомобилей в среднем по больнице еще не перевалили за 200 тысяч километров, вопросов по 2 GR FE не было. Но с поправкой на реальные цифры на одометрах таких Хайлендеров в настоящее время, имейте в виду, что к пробегу в 300 тысяч километров 2 GR FE может успеть собрать довольно приличный букет проблем, разобраться с которым будет стоить не так уж и дешево. Первый момент – это сами муфты ВВТИ. Уже к пробегу 200 плюс они могут начать стрекотать. Сначала стрекот происходит только при запуске, потом проявляется уже постоянно. Кто-то ездит и так, но муфты по-хорошему при появлении подобного симптома нужно поменять. Также могут потребовать замены и сами клапана ВВТИ, уплотнение которых, кстати, служит одним из наиболее популярных источников подтеков масла на данных движках. У старых моторов выпуска до 2007 года, соответственно, речь не про наши версии, были проблемы с трубками маслоподачи на муфты ВВТИ. Трубки эти были резинометаллические, резиновую часть бывало просто рвало. После чего мотор быстренько оставался без масла, и дело это кончалось проворотом вкладышей. На Хайлендерах с 2010 года трубки эти уже полностью металлические, соответственно, вопрос по их внезапному обрыву ушел в небытие. Но вот потеть и сопливить они по-прежнему в состоянии. Равно как и прокладки клапанных крышек. Обязательно осматривайте мотор, и в том числе на машине на подъемнике, на предмет отсутствия течи масла по клапанной крышке задней головы. Сверху ее не видно, поэтому большинство людей предпочитает туда и не лезть. Что касается цепей ГРМ, на пробегах менее 250 тысяч, как правило, вопросов по ним еще нет. Плавающие обороты, с которыми время от времени сталкиваются владельцы подобных автомобилей, как правило, исправляются либо чисткой дроссельной заслонки, либо, если ситуация зашла чуть дальше, то чисткой форсунок. Так, коллектор с переменной геометрией здесь не сулит никаких особых проблем. Катушки зажигания на этом двигателе индивидуальны на каждом цилиндре, и возить с собой запасную не будет такой уж дурной идеей. Также, если вы смотрите автомобиль с большим пробегом, обязательно сделайте две вещи. Как минимум, проверьте мотор на дымность, разгазовав автомобиль. Запах масла из выхлопной трубы должен насторожить. Количество хайлендеров, которые не ограничиваются объемом пол-литра на тысячу километров, к сожалению, на вторичке постоянно прибавляется. И чем выше пробег на автомобиле, тем больше шанс нарваться на подобный масложрующий агрегат. Интервалы замены масла, кстати, на этом моторе желательно сократить хотя бы до 8000 километров пробега от предписанных дилерам. Масло вязкостью 5W20, либо 5W30. Помните, что алюминиевый 2GR боится перегрева. И вследствие перегрева в данном случае могут быть не только подзалегшие кольца или течи по прокладкам головок блока цилиндров в случае, если перегрев был действительно сильный. Помпа, кстати, здесь относится к своего рода расходникам. После 50 тысяч километров пробега были случаи, когда помпу приходилось менять. Так что на всякий пожарный за течами системы охлаждения поглядывайте. Равно как и за частотой основных радиаторов. На 2GR объемом 3,5 литра не столь часто, как на 3-х литровом варианте, располагающемся под капотом Lexus GS и располагающемся там продольно, но все же встречается проблема с потерей компрессии по пятому цилиндру. Причин здесь может быть несколько. Перегрев и тепловой прихват поршня, негерметичность впускного тракта, но последствия будут достаточно серьезными. Если вы купили Highlander с подобной проблемой, то дешево вы уже не отделаетесь. Переборка данного двигателя в настоящих условиях это даже не 250 тысяч рублей, а больше. Однако в целом, если вам повезло и вы купили ухоженный экземпляр, вы вправе рассчитывать при должном уходе и при заправке этого мотора нормальным 95-м бензином на ресурс за 300 тысяч километров пробега. Правда, расход топлива при этом вряд ли упадет ниже отметки литров 18 на 100 в городском цикле. А скорее всего будет где-то в районе 20-22 литра. Плюс высокий транспортный налог. В целом, по бензиновой четверке 1АРФЕ никаких нареканий по надежности нет. Эти двигатели, если и умирают, то только к очень большим пробегам. Но подобный автомобиль, скорее всего, будет выпущен для рынка США. И какой пробег на нем был оригинальный до момента, когда он попал уже в подержанном виде на территорию России, сказать будет, наверное, тяжело. С поправкой на возраст подобных машин. И то, насколько давно они были ввезены. Ну, а по части гибридной установки этот автомобиль полностью повторяет Lexus RX 400 H. Здесь вместо коробки передач будет планетарный редуктор, будет инвертор, два электромотора и две системы охлаждения. В целом, конструкция надежная. Смотрите состояние батареи и отсутствие ошибок по гибридной установке. Что касается коробки передач на российском Highlander, то, в отличие от Lexus RX 350, которому досталось не очень удачно на тот момент сырая шестиступка 660, здесь стояла надежная трансмиссия. U151 A-Syn. Эта коробка способна отъездить под 350 тысяч километров пробега и даже более. В ремонт в основном эти трансмиссии попадают либо с подпалеными фрикционами, либо по причине износа игольчатого подшипника на задней крышке КПП. Также встречаются проблемы по течам сальников маслонасоса и по течам сальников приводов, в основном правого. Вообще, при осмотре Highlander не лишний будет внимательно осмотреть машину снизу на предмет отсутствия масляных подтеков, дабы после покупки не загонять автомобиль сразу на ревизию всех сальников с соответствующим демонтажом трансмиссии. Ну а перед тем, как посмотреть на второй Highlander снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для этой машины составляет, к слову, 206 миллиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствует ли это действительности. И нет, не соответствует подметаллической защитой моторного отсека, в данном случае до асфальта 18 сантиметров. Причем, если бы ее не было, расстояние до переднего подрамника от асфальта не слишком бы отличалось. При этом расстояние до резиновых брызговичков перед передним колесом 24 сантиметра, а сам передний бампер отстоит от земли на 32. Расстояние от земли до отбортовки порога 29 сантиметров. Те же самые цифры и в задней части перед задним колесом. Ну а расстояние до заднего бампера больше, чем 37 сантиметров. Так что с проходимостью в плане геометрии у Хайлендера все нормально. Что касается подвески Тойоты Хайлендер, то в данном случае она у нас выполнена по классической для кроссоверов схеме. Передняя подвеска у этой машины типа Макферсон, ну а сзади, конечно же, многорычажка. Подвеска у Хайлендера в меру комфортная. Она рассчитана более на энергоемкость, чем на рулежку. Хотя для езды по длинным прямым трассам этот автомобиль тоже подходит весьма неплохо. Особенно с учетом наличия запаса под педалью газа. Нижние шаровые на Хайлендере меняются по Тойотовской традиции отдельно от рычага. Здесь болтовое соединение. Стабилизатор поперечной устойчивости крайне основательный. Располагается он на подрамнике, но доступ к креплению втулок для его замены здесь, в принципе, очень хороший. Поэтому эту процедуру сильно трудоемкой назвать будет нельзя. Рулевая рейка на Хайлендерах достаточно крепкая. И к самой рейке вопросов не возникает, как правило, на пробегах тысяч до двухсот железно. Но у этих автомобилей есть проблемки с крестовинами рулевого вала плюс сошлицевой частью. Достаточное количество автомобилей будет демонстрировать люфт в рулевом. Выражается это в виде стука при проезде мелких неровностей, либо при езде по гравийке. Эта проблема относится не только к Хайлендеру, но и к Lexus MRX и даже к Toyota Land Cruiser Prado. Причем в 150-м кузове. Зато в плане ресурса компонентов рычагов передней подвески сайленблоков здесь нареканий никаких нет. Долго служат рулевые тяги и наконечники. Единственное, что на этих автомобилях были вопросы по амортизаторам. Причем именно для российской спецификации ресурс амортов на этой машине где-то в среднем около 150 тысяч километров. Вопросов к ступичным подшипникам и их ресурсу здесь также нет. А вот с тормозными дисками, особенность это касается передних тормозов, которые естественно используются чаще на этом тяжелом автомобиле, есть нюансы. Служат они здесь достаточно недолго. Как правило, замена тормозного диска требуется раз в 40-60 тысяч километров пробега. Ну и особо активным водителям, которые будут использовать потенциал мотора здесь по максимуму, конечно, этих тормозов, возможно, не хватит. Придется обратиться к доработкам. Задняя подвеска автомобиля многорычажная. Здесь довольно большое количество сайленблоков. И при осмотре автомобиля с хорошим пробегом смотреть это все надо обязательно. Хотя ресурс этих резинок в среднем превышает 200 тысяч километров пробега. Причем непринужденно. Задний стабилизатор поперечной устойчивости здесь очень и очень тоненький. Причем это очень сильно бросается в глаза на контрасте со стабилизатором передним. Здесь же мы видим подвешенную под днищем автомобиля запаску. Что касается системы полного привода, привод у Highlander этой генерации постоянный, полный. И он умеет имитировать блокировки дифференциалов при помощи системы ABS и рабочих тормозов. В плане проходимости такая схема возможно уступает машинам с, что называется, железными блокировками. Но Highlander это и не внедорожник. Задача тягаться с Land Cruiser Prado вне дороги перед ним и не ставилась. Зато вопросов по этой системе полного привода, как правило, нет. Все здесь работает исправно и долго. Также в задней части автомобиля мы видим топливный бак. Объем его достаточно небольшой. То есть с учетом среднего расхода топлива этого автомобиля составляет он 72 литра и выполнен бак из пластика. Гнить не будет. Таким мы увидели сегодня Toyota Highlander 2011 года выпуска. В российской спецификации 3,5 литра на 273 лошади автомат, полный привод, 7 мест. Если у вас был или есть такой автомобиль, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем внести коррективы, пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного автомобиля, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал именно конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео в эфир машина все еще будет у нас в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию об автомобиле, включая стоимость на текущий момент времени, уточняйте по телефону, который указан внизу в описании под видео. На нем также есть и WhatsApp. Пишите, звоните. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться, если обзор оказался полезен. И до новых встреч на канале. Пока!